День за днём Именно на этом тренинге мы учимся распределять свои силы Лидерский тренинг для активной молодёжи города Желательно, чтобы взрослые покрыли палки, чтобы не кидали Неизвестные повредили городской фонтан Надо быть честным и добрым, изучать свою родину и любить её Военно-патриотическое воспитание нужно прививать с детства А сейчас об этих и других событиях подробнее Всемирный день чистоты «Сделаем» – это гражданский проект, цель которого – объединить общественные институты, бизнес, муниципальное образование, государственные органы и СМИ в одну команду для очистки природы от отходов потребления Ежегодно в ней принимают участие сотни стран Сегодня утром лесногорцы также присоединились к этой акции Подробности далее Движение «Сделаем» зародилось в Эстонии в 2008 году, когда 50 тысяч волонтёров за пять часов очистили страну от тысяч тонн мусора Успешный эстонский пример вдохновил и остальных К движению сразу присоединились 116 стран и миллионы человек В Россию проект пришёл только в 2012 году Он сразу получил популярность среди россиян В этом году в акции примут участие 163 страны, в том числе и Россия Главная цель мероприятия – привлечь максимальное внимание к проблеме засорения отходами планеты Земля и поиск путей решения этой проблемы Наш город достаточно молод и чист, а вот скалодром, или как в народе его называют «Стенка» – популярное место отдыха десногорцев и гостей города – одно из самых неблагополучных мест в этом плане Ежегодно на берегах водохранилища в районе «Стенки» проводятся экологические акции, но каждое лето повторяется одно и то же Отдыхающие упорно не хотят за собой убирать и тонны мусора копятся там до следующего субботника Поэтому администрация города решила провести Всемирный день чистоты именно там Мы проводим две акции ежегодно Весной мы проводим наш общегородской субботник, в рамках которого также убираем эту территорию И второй год подряд осенью мы проводим акцию «Чистый берег», которая в этом году вошла в другие акции Это сделаем чистая вода по уборке прибрежной территории Ну как вы можете видеть, что мусора очень много, вот ребята работают не так давно, уже собирали много-много мешков Мы стремимся сделать сейчас раздельный сбор мусора, чтобы вот эти вот отходы сортировались, дальше сортировались по их назначению и возможно вторичной переработке Десногорцы активно приняли участие в акции На стенку прибыл трудовой десант из ОМАС, ЭЛСА, администрации, организации культуры, медиков, волонтеры, представителей предприятий города Все они возмущены поведением отдыхающих и считают, что сохранение чистоты и первозданной красоты окружающей природы родного края – очень важная миссия Лично для меня это такой шаг к чистоте города, который я люблю, который я уважаю, который мне нравится Я хочу, чтобы здесь было чисто, уютно и тепло Чтобы сделать чище природу нашу, Десногорскую, чтобы помочь людям, которые не могут убрать за собой Хотелось бы обратиться к отдыхающим, которые сюда приезжают, люди с соседних регионов, наверное, и мы сами С просьбой убирать за собой мусор, это несложно Когда один человек заберет за собой пакетик, это быстро А сейчас мы вывезем несколько грузовиков Кто-то должен взять и убрать весь тот срач, который упорно все лето возводили эти глыбы, я не знаю, мусора Это просто ужасно, здесь дышать не о чем Вообще, в принципе, субботник – это вещь хорошая, замечательная Одно расстраивает, что вроде все люди, а на самом деле, получается, кто-то люди, а кто-то все-таки за собой оставляет грязь и мусор Вот это, конечно, расстраивает Бумага, картон, стекло, пластиковые бутылки и пищевые отходы, горы мусора через какое-то время вполне могли составить конкуренцию Альпам Все новые и новые импровизированные полигоны, которые не только отравляют землю, воду и воздух, но и просто занимают много места Появляются каждое лето в прибрежных зонах Все это активисты убирали на протяжении двух часов А между тем, красоты наших берегов привлекают внимание туристов, рыбаков и просто любителей погреться на солнышке Прозрачная гладь воды, шикарный отдых и потрясающая рыбалка Но многие забывают, что наше водохранилище – это не просто водоем Это еще и пруд-охладитель Смоленской атомной электростанции И оставлять мусор на берегах этого водоема – просто преступление Собранный мусор упаковали в мешки и погрузили на машины, которые выделил комбинат коммунальных предприятий В общей сложности с территории скалодрома было вывезено два полностью груженных КАМАЗа 11 сентября в Десногорске прошел лидерский тренинг для активной молодежи города Его провела бизнес-тренер некоммерческого партнерства, информационный альянс «Атомные города» Любовь Мелехина Наша съемочная группа узнала, какие впечатления остались у слушателей после мастер-класса Ручка, бумага, проектор – все необходимое для полноценного мастер-класса Задача тренинга – сформировать у слушателей активную гражданскую и лидерские позиции Стремление в развитии своего города Бизнес-тренер Любовь Мелехина объяснила участникам циклы роста и развития человека Дала определение понятию, кто такой лидер Рассказала, как формируется лидерская позиция Далее она представила пирамиду ценностей и методы влияния и управления Каждому участнику тренинга необходимо было проанализировать и оценить свои лидерские качества Слушатели остались довольны мастер-классом Необходимо, я бы сказала, даже необходимо не то, что еще раз его провести А проводить, наверное, провести его на базе каждого учреждения было бы очень неплохо Хотя бы для молодых специалистов Потому что если специалисты уже с опытом работы, с большим, они не нуждаются в таком развитии Может быть, они нуждаются в профвыгорании, скорее всего, это будет А для молодежи это необходимо, это наше развитие и наше будущее Именно на этом тренинге мы учимся распределять свои силы Не все на заклане, а оставлять и себе, и своей семье И развиваться во все стороны своей жизни Не только на работе, но и в личной жизни И быть социально еще активными Такие тренинги для активной молодежи в нашем городе будут проводиться и в дальнейшем Едва только заработал, а уже поврежден Вандалы нарушили работу фонтана Подробности далее Долгожданное открытие обновленного фонтана состоялось в торжественной обстановке совсем недавно 8 сентября, на День города Не успели десногорцы насладиться красотой фонтана, как его уже повредили хулиганы В порче городского имущества подозреваются подростки Они сознательно нарушили правильную работу фонтана, погнув форсунки Конструктивные элементы системы впрыска, предназначенные для дозированной подачи жидкости Часть распылителей стали разбрызгивать воду в разные стороны, а некоторые и вовсе перестали работать К счастью, поломка оказалась незначительной Сотрудники коммунальных служб оперативно провели восстановительные работы И фонтан снова заработал, как и положено Его прочистили, исправили по контуру форсунки, настроили Помимо этого был установлен новый двигатель, способный за счет своей мощности создавать динамические струи Главный энергетик службы благоустройства Десногорска Василий Питков Выразил надежду, что подобное больше не повторится, ведь фонтан – особый объект в городской черте Это наше лекарство от стрессов и городской суеты, источник радости и вдохновения Желательно, чтобы взрослые покрыли палки, чтобы не кидали Не мусор, будем так говорить, фонтан, чтобы не завивался и работал красиво, нормально В создание фонтана вложено много сил и энергии Это воплощение труда не одного специалиста, а комплексная работа инженеров, художников и строителей Нужно бережнее относиться к объектам благоустройства, а также немедленно сообщать о фактах вандализма в полицию Ведь от этого зависит качество отдыха всех жителей города 12 сентября в детском саду Чебурашка для воспитанников старших групп прошел урок мужества Организатором мероприятия выступил комитет солдатских матерей Понравился ли урок ребятам, выясняла наша съемочная группа В мероприятии приняли участие председатель Совета солдатских матерей Валентина Рожкова, сотрудник полиции Михаил Зайцев, участник боевых действий в Афганистане Василий Широбоков Василий Дмитриевич был командиром гранатометно-пулеметного взвода, награжден орденами за службу Родине в вооруженных силах СССР и Красная звезда Он побеседовал с ребятами, рассказал о войне в Афганистане, о том, какие испытания выпали на долю советского солдата в годы войны Дети с интересом слушали рассказы о мужестве и стойкости советских бойцов, рассматривали армейские фотографии А память о павших героях почтили минуты молчания Уроки мужества пройдут и в других садах Десногорска Мероприятия военно-патриотического направления воспитания молодежи, детей Я считаю, что должны прививаться с детства Эти мероприятия комитетом солдатских матерей, как цикл мероприятий, проводились по всем школам, с департаментом образования Теперь мы проводим в садиках Урок мужества прошел очень патриотично, дети его запомнят надолго В подарок гостям они исполнили песню «Катюша» Надо быть честным и добрым И защищать свою родину и любить ее Надо любить свою родину и защищать Воспитание любви, уважение к своей родине, память о своих предках необходимо прививать детям как можно раньше На сегодня это вся информация Все самое актуальное и интересное вы можете увидеть на сайте desna.defis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова Оставайтесь с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин